Мы переходим к следующей теме программы. Весенние каникулы у большинства российских школьников начинаются с 25 марта и продлятся неделю. Это отличное время, чтобы отдохнуть от школьных забот, позаниматься любимым делом, начать что-то новое и интересное. Лучшим вариантом может стать поездка в детский лагерь, где можно не только отдохнуть, но и посетить развивающие и оздоровительные программы. Родители могут сходить со своим ребенком в музей, на концерт или организовать экскурсию. На каникулах ребенок должен отдыхать, поэтому ему следует заниматься тем, что нравится. Важно, чтобы как можно чаще менялись виды деятельности. Игры, прогулки, помощь родителям и прочее. На каникулах ребенку необходимо отдохнуть от учебы и школьного стресса, что важно для поддержания психологического благополучия. Дополнительное обучение может отнять время, предназначенное для этой перезагрузки. Если ребенок постоянно занят учебой, даже во время каникул, это может привести к потере мотивации и ощущению усталости. Во время каникул важно поддерживать привычный режим ребенка, допуская смещение времени сна не более чем на один час. Как провести предстоящие дни насыщенной используя, чтобы дети отдохнули от школьной рутины и насладились свободным временем, получили новые умения и навыки, восстановили силы для дальнейшей учебы и расширили свой культурный кругозор? Узнаем у наших гостей в студии. У нас Инна Ивлева, исполняющая обязанности начальника управления воспитанием, дополнительного образования и детского отдыха, Министерства образования и науки Хабаровского края. Ирина Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Давайте вот начнем сразу с того, а нужно ли действительно детей активно занимать чем-то во время каникул? Если ребенок в школьный период и так, и учится, и посещает секции, и очень активно проводит время, может быть, на каникулах дать ему возможность полежать на диване, прям принять горизонтальное положение и недельку высыпаться, наслаждаться? Или мы такими словами больше даем себе неделю отдохнуть, чтобы никуда его не возить, ничего не сделать? Я думаю, что так оно и есть. Но на самом деле, это же мы думаем, что каникулы с 25-го, а все дети и родители уверены, что каникулы с 23-го, потому что это уже суббота, и все они ждут каникул, и дети, и родители в большей степени. Но вы совершенно верно сказали, что каникулы должны пройти с пользой. И я думаю, что в этом меня поддержат все родители. Потому что польза в чем? Польза же и в лежании на диване есть польза, конечно, потому что физически ребенок отдыхает. Но большая польза для ребенка – это когда он узнает действительно что-то новое. И вот как раз каникулы, лагеря, загородные или городские, или лагеря с дневным пребыванием дают ребенку возможность узнать что-то новое. То есть если есть лагерь при школе, например, вы советуете ребенка туда отвезти? Безусловно. Хорошо. Какие варианты есть вообще организовать досуг для своего ребенка еще в рамках нашего города? Ну, вы знаете, в эти весенние каникулы, которые в большинстве школ действительно с 23 по 31 марта пройдут, у нас в Хабаровском крае будет работать 6 загородных лагерей. 6 загородных лагерей. Это достаточно много. С учетом того, что мы всегда говорим, что у нас два круглогодичных лагеря – это энергетик и созвездие. Они будут, конечно, работать, и дружина созвездия, энергетик. Но будет работать загородный лагерь «Кедр», будет работать лагерь «Шарголь», будет работать лагерь «Дружина Юн», «Планета Юн», я извиняюсь, это город Комсомольск-Наамурии. И в Николаевске-Наамурии будет работать лагерь «Олимп». И практически в каждой образовательной организации откроется лагерь с дневным пребыванием. Но опять же, с дневным пребыванием, а с ночным ночеванием? А с ночным ночеванием дома. Ну, созвездие можно с утра. Нет, да, вот загородные лагеря, они круглогодичные, да, вот те, которые я назвала, они будут работать и день, и ночь, то есть дети там ночуют. А уже лагерь с дневным пребыванием – это та площадка, как мы ее называем, куда дети утром пришли и вечером пришли. То есть вот те загородные лагеря, да, они все-таки какую-то свою программу культурно-развлекательно-образовательную на неделю планируют, да? Конечно, ровно на период каникул. Они планируют программу, у них тематические смены, у нас сейчас у всех загородных лагерей тематические смены. И смены на самом деле очень интересные, потому что лагеря и руководители лагерей ждут детей, они готовятся к этому, они стараются привлечь детей, чтобы выбрали и купили путевку именно в этот лагерь. И поэтому пройдут профильные проекты на базе загородных лагерей, будут реализованы и юный медик, когда ребята будут получать навыки какого-то медицинского дела, да? Пройдут в лагере «Кедр». В лагере «Энергетик» пройдет смена под названием «Парад планет». Пройдет смена биология и биологическая инженерия в Шарголе. То есть даже по названиям уже какой-то интерес у ребенка вызывает. Ну и в «Созвездии» я помню, что ты называлась смена просто ССД, это «Созвездие собирает друзей». Собирает друзей, совершенно верно, да. Совершенно верно. А расскажите, пожалуйста, лагеря с дневным пребыванием пришкольные, они для всех возрастов или только для начальной школы? Ну на самом деле лагеря с дневным пребыванием – это лагеря в большей степени рассчитыванные на начальную школу, в большей степени рассчитаны на начальную школу. В силу того, что ребенку начальной школы родители еще не готовы его отправлять куда-то далеко, да, тем более это не очень большой период, неделька, поэтому родителям удобнее, чтобы он вот в шаговой настумности, как он ходил в школу, так вот он и там находился. А есть вариант пристроить ребенка в пришкольный лагерь не по району? Абсолютно, любой вариант при наличии мест. Если есть место, то, конечно, да, никаких ограничений нет. Помимо наших лагерей, отправляются ли дети на каникулах в лагеря по нашей стране? Да, вы знаете, у нас, у Министерства образования и науки Хабаровского края заключены соглашения с федеральными детскими центрами – это Артек, Орленок, Океан, Смена, Алые паруса. И вот буквально 20 марта делегация Хабаровского края в количестве 30 человек поехала в океан. Поэтому федеральные детские центры тоже принимают наших детей, причем нужно сказать, что они их принимают не только в каникулярное время, а в течение всего года, потому что все федеральные детские центры – это круглогодичные лагеря, и поэтому в течение года мы формируем делегации и направляем… Ну, опять же, самых ярких школьников, которые отличились, участвовали в олимпиадах, конкурсах, правильно понимаю? Да, конечно. Сейчас у каждого федерального центра система испутевка, когда любой родитель, любой ребенок сам может зайти на сайт федерального детского центра, загрузить туда все свои грамоты, благодарности, дипломы, и уже система отберет по рейтингу, там, по количеству… Здорово. Так, ну давайте к нашим делам взрослым. Тогда перейдем. Насколько это бьет по карману семьи, насколько это дорого, чтобы ребенок хорошо, качественно отдохнул на каникулах? Ну, вы знаете, безусловно, стоимость путевки формируется из стоимости одного дня. Учитывая, что весенние каникулы – это у нас всего неделька, то вот стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием при школе – это порядка трех с половиной тысяч. За неделю? Да, за недельку. Не за день, конечно, да. В лагеря, загородные оздоровительные лагеря стоимость варьируется где-то от 10 до 16. А популярностью вообще пользуются дневные лагеря при школах? Скажите, пожалуйста, у нас какая активность школьников и что там они вообще делают? У нас очень большая активность и родителей, и школьников, потому что лагеря с дневным пребыванием, ну, на самом деле, это спасение для родителей, когда вот он еще второклассник, первоклассник, даже третьеклассник и четвероклассник, да? Родитель не готов его еще отправлять в загородный лагерь куда-то далеко, а здесь школа, те же самые вожатые, которые старшеклассники работают вожатыми, да? Да, поэтому все очень активно, хорошо проходит, и родители спокойны. А для родителей есть в этот период какая-то компенсация стоимости? Да, конечно, компенсация стоимости путевки. Ну, нужно сказать, что если ребенок из малообеспеченной семьи, то они получают путевку бесплатно в загородные лагеря. Если это ребенок не из малообеспеченной семьи, не относящийся вот к такой категории, то он получит компенсацию в соответствии с нашим постановлением. Это будет вот за недельку где-то порядка 6 тысяч рублей. Спасибо вам большое за информацию. Мы будем надеяться, что каникулы у всех детей пройдут продуктивно, интересно. А в гостях была Ирина Ивлева, исполняющая обязанности начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, Министерства образования и науки Хапаровского края. Продолжение следует...